Покинув Абьяны, мы продолжаем свой путь в Тегеран. Ненадолго заезжаем в городок Кашан. Это последний пункт нашего путешествия по Ирану. Люди в Кашане жили аж 7 тысяч лет назад, о чем свидетельствовали раскопки древнего города на холме Тепет-и-Алк. Некоторые историки утверждают, что именно здесь была родина трех волхвов, последовавших за Вифлеемской звездой, чтобы увидеть младенца Иисуса. В античную эпоху через этот регион Ирана проходила часть Великого Шелкового Пути. Здесь проживали народы шелковых холмов, представители арийской цивилизации. А на период правления сифивидов здесь стали проживать представители аристократии и купцы. Кашан стал центром торговли. И город знаменит своими изысканными купеческими домами. Дом Табатабаи, исторический дом, построен он был в 1835 году. Называют раем персидских домов. Табатабай был торговцем ковров и экспортировал ковры в Индию и в Россию. И он нанял лучших архитекторов для постройки своего дома. А это очень интересная особенность иранских дверей. Дверной молоток. На двери их было два – женский и мужской. Тяжелый молоток использовал мужчина, а легкий – женщина. И потому всегда находившийся внутри мог определить, кто к ним стучится. И стоит ли открывать. Дом симметричен и находится на один этаж ниже уровня земли. Этот метод называли затонувшим двором. И он как использовался в архитектуре домов в пустыне. Быстренько пробежимся по этому купеческому дому. Полюбуемся роскошной отделкой этого купеческого дома. Лепнина и инкрустация. Дом состоит из пяти мелких домов. Дом был построен во время правления династии Каджаров. Его строили почти 10 лет. А роспись и лепнина выполнялась под руководством знаменитого художника Каджарской эпохи Мохаммада Гафари. Именно он получил титул Камаль-Оль-Моль Земное совершенство. Дом около пяти тысяч квадратных метров. Он поражает своим изяществом и красотой. В жаркие дни здесь прохладно. Дом состоит из трех зон. Общественные, внешние зоны. Называется Бируни. Андаруни – это внутренняя зона. Часть женской зоны. В доме были зимние комнаты, освещаемые солнцем, и летние комнаты, которые, наоборот, были в тени и сохраняли прохладу. Дом занимает почти пять тысяч квадратных метров и включает в себя сорок комнат, четыре двора, четыре подвала, три ветроуловителя и сады. А во внутреннем дворе праздновали наврус и проводили религиозные церемонии. А на той половине жила мать купца. А из этой комнаты можно было контролировать весь процесс. Кто пришел, кто ушел. Что происходит вокруг. Стены инкрустированы зеркальной мозаикой, заменяющие звездное небо в периоды долгих песчаных бурь. Очень красивая комната с узорчатым потолком. Очень красивый дворец, дом купца. Купцы умели создавать комфорт на себя и красоту. А цветные окна создают удивительное сочетание света и цвета. А мы опять идем на крыши. Это крыша старинной бани. А в куполе специальные стекляшки, которые пропускают свет. Но подглядывать через них нельзя. А здесь довольно прикольно. И отсюда с крыши можно было любоваться на город. И даже любоваться на эти крыши. Но не подсматривать на тех, кто в бане. Купальни султана Амира. Идем в баню. Но помыться нам, конечно, здесь не удастся. Это историческая баня. Бани в Иране были местом общественных собраний. В общем, приходили сюда тусоваться, ребята. А сейчас едем в сад Финн. Одно из главных достопримечательностей Кошана. Сад рождения 1256 года. Гениальные персидские гидроинженеры древности создали в этой безжизненной пустыне уникальную систему водоснабжения, которая позволила разбить здесь роскошные зеленые сады. И растут здесь кипарисы, платады, тутовые, миндальные, яблоневые, вишневые деревья. Принцип построения сада Финн – Чахар-Баг, что дословно переводится как «четыре сада», составляет 23 тысячи квадратных метров. Сад Финн был спроектирован на рубеже 14-15 веков. И спроектировал его математик и астроном Гият-Ад-Дир-Джамшит-Кашани. Но основной дизайн сада был сформирован во времена правления Шаха-Аббаса. Здесь уникальная водная система, приводящая в движение ручьи и фонтаны. Потоки воды истекают с гор-каркас водохранилища через специально оборудованные подземные канаты, используемые еще с древних персидских времен. А потом с помощью доземных канатов вода распределяется. И все это функционирует без механических насосов, без электроэнергии. Садфин был любимым местом отдыха иранских правителей. Но у него кровавый след. Убийство иранского великого визеря Амир Кабира в камаме дворца опослал убийцу на середин шах. И история Амир Кабира имела точки соприкосновения с судьбой писателя и дипломата Александра Грибоедова. А вот здесь делают розовую воду. Вот в этих огромных чатах готовят розовую воду. Ведь Кашан – это центр производства розовой воды. Которые разливают водяжек у проданий. «Последний обед в Иране» «Вот в таком аутентичном местечке» «У нас водитель. Очень милый человек» «Вот в таком аутентичном местечке» «Вот это, я понимаю, заключительный обед. Вот они. Очень голодные наши герои. Покажи свой прекрасный кебаб». «Вот он, вот он, с рисом, с шафраном». «Как кормят? Только в Иране». «Вот Вера». «Вера, посмотри на меня». «Да, счастливая и довольная. Собирается еще не раз приехать в Иран». «Не, это правда». «А рядом Олечка, наш гений-вдохновитель и организатор. Замечательный». «Я не уверена, что она приедет еще в Иран, но то, что у нас будет много совместных поездок впереди – это точно». «А это я, веса со своей замечательной компанией. Я с большим удовольствием и наслаждением покидаю Иран. Хотя мне многое тут понравилось. Радо мне все вам делать. Ура! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова